Тигру? 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 Ведьмак. И у нас с вами вторая серия. Так. Уже тут ночь. Эх, блин, слушайте, надо будет бабки зарабатывать. Так. О, фак! Так, да. Я просто нажал несколько раз, чтобы побежать, и он прихватил с собой чьё-то... Так, забыл, как прыгать тут вообще, ты, пацан. Давай, 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 давай. Опа! Что у нас тут? Мечисто, да не чисто. Давайте смотреть, что мы берём. Чувствуете? Урон минус 10. То есть, мои доспехи, это вообще ничто. Ёпта, куда идёт? Да, слушайте, будет сложно, чувствую я. Ну что ж, а мы с... Мы с вами сейчас, пока. Давайте прочитаем задание. Итак. Спустя годы разлуки, Йеннифер всё-таки откликнулась на зов Геральда. Она прислала ему письмо, пахнущее, разумеется, сиренью и крыжовником. В нём она просила Геральда о встрече в Вербицах, деревушке под Визимой. По делу крайней важности. Ведьмак полетел по назначенному месту сломя голову. Но всё равно опоздал, войска попросту стёрли деревню с лица земли. А Йеннифер уехала прочь. С помощью Весемира Геральду удалось обнаружить след чародейки, по которому два ведьмака решили идти и дальше. Йеннифер ехала на север в большой спешке, мчась напрямик по бездорожью и через поля сражений. Она торопилась. Быть может, что-то ей угрожало. Комендант Нильфгарского гарнизона в Белом саду знал, где искать Йеннифер, но не собирался делиться сведениями за даром. Бывалый офицер сразу же понял, что Геральт пойдёт на всё, чтобы отыскать чародейку. А так случилось, что неподалёку от деревни завёлся Грифон, с которым простые солдаты справиться не могли. Нетрудно догадаться, каким было предположение комендата. Голова чудовище в обмен на помощь. Отлично. Я очень хочу посмотреть. У нас сейчас 53 уровень и 1290 очков. Посмотреть, как копятся очки. Так. И мне надо понять, где серебряный меч, а где не серебряный. А то ведь что-то уже это. Запутался. Серебряный меч, вот он. Так. Это что за хрень такая? Почему я постоянно его выбрасываю? Блин, бля, 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 бля. Что я делаю, твою мать? Кнопки перепутались все. И так. Вот серебряный меч. Пошёл так, товарь. Так, мы делаем клиент. Все равно, хочу вам сказать, что, ну, как бы попроще, попроще стало. 1298. Так что уровень здесь копится, в принципе, ничего так. Нормас. Как знаете, вот мы тогда с вами и играли. Ох ты, бля, бля, бля. Ох ты, бля, гнида. В хозяйстве, такова чудовище. Напоминаю, что многие вещи можно разобрать, да, и, собственно. Чем мы с вами потом и займёмся, чтобы нам доспехи-то... Извините, какие-то купить. Стравушку будем собирать. У нас еще металла. Да, знаете, побегать здесь с такими доспехами, это, конечно, очень круто. Иди, иди сюда. Вот ты, блин, а? Говорит. Ладно, давайте вернёмся на дорогу. Да, в принципе, здесь очень неплохо копится у нас этот. Сейчас. Немножко отвлекли, ну ладно. Так, давайте вернёмся на дорогу к Большаку. Мы же будем тут изучать абсолютно всё. Мы не просто так будем опять всё это пробегать, да? Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне! Меньше стена ней больше фактов. Что случилось, как помочь. И помни, ведьмоки за даром не работают. Ну, собрался я к чёрным торговать. Вдруг конь переполошился и понёс. На колдобине вылетел, и я скользил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожралось ивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Это там на заднем плане. Что там было? Волки. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Вы гоните, что ли? А ничего, то что волки здесь. Мне кажется, они сейчас сожрут его. Ух ты, ух ты, ух ты. Назад, 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 назад. Да вы гоните, нифига себе. Я чуть жизни не расстался. Обалдеть. Это вам не хукрым-хукрым. Так, стоп. Почему у нас задание-то этот? Дополнительное задание о ценный груз. А в белом саду ведьмак наткнулся на купца, который оказался совершенно в отчаянном положении. Несчастный ехал в лагерь милигарцев с ценным грузом. И когда до цели было совсем недалеко, конь понес и, помчась прочь с дороги, прямо в туманные болота, окружавшие гарнизон. Трусливое животное завязывало в трясине и вскоре простилось жизнью по вине чудовища. Каковых на болотах всегда предостаточно. Купец, разумеется, боялся вернуться на болото и поиск товара получил ведьмаку, пообещав солидное вознаграждение за работу. Да, я теперь понимаю, что сломя голову, я теперь туда не полезу. Во, следы. Следы по воске, она заехала в болото. Ну и ветер. Так, я только тут по... А, подожди, это не полоска? Нет, это не полоска. Не нахожу я ее тут. О! Ой, бля! Это же мёдик. Во, смотрите, лошадь. А вот и полоска. Полоска, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Видите? Фары. Фары. Так, мы тут еще что-то ищем Если я помню человека ищем Прямо в шею, хороший выстрел Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью Или он врет Так что, нашелся сундучок-то мой Нашел я твой ценный сундучок А еще кое-кого похожего на возницу Со стрелой в шее На этих болотах дриад нет А утопцы и водные бабы из лука не стреляют Других подозреваемых нет Вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет Я ведьмак, так что я бы услышал Так же, как слышу твой пульс Очень быстрый Как у лжеца Посмотрим, может наездник из тебя лучше, чем мошенник Бля, где подвод моя? Извините-ка Надеюсь, он тут будет стоять Догоню нахуй Чисто Надо его привести в чувства Подъем Вот видишь, на вранье далеко не уедешь Даже верхом А теперь говори, кто ты такой И зачем напал на повозку Ефрейтор Янгер Мер Шестая темерская дивизия Второй полк Распущен Но все еще действует По-тихому Из леса Это был медицинский транспорт Я не хотел, чтобы он попал к Нильфам А лекарства Нашим ребятам они тоже пригодятся У нас много больных Отпусти меня Тогда, может, они выживут И еще будут сражаться за свободный север В прошлый раз я доставил к Нильфгардцам Ну, а теперь я его отпущу Добро Езжай Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам Славной Виктории в сражениях с Нильфгардом Чувство юмора у тебя гнусное Но, мужик, ты порядочный Возьми вот золото Я ж обещал Выпей за серебряные лилии И память короля Фолькеста Нехило А может, вы бы нас отбавили? Дикая охота на небе Всегда твой место Так, друзья Теперь давайте мы проследуем в нашу деревню Прочитаем там задание Может, кому-то какая-то помню Стой Блин Графика просто потрясающая Ой-ой-ой-ой Кнопки иногда путаю, конечно Но ничего не поделаешь Я бы знаю Я бы знаю А из-за чего 벌 Добрая женщина Доведет ли меня эта дорога до визы? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Мы же не туда едем А-а-а-а-а-ха Доска объявлений. Ну что ж. Императорский эдикт за номером 18-45. Настоящим объявляется, что по распоряжению его императорского величества все здоровые мужчины Белого Сада должны явиться в корчему упомянутой деревни, принеся с собою собственную лопату, мотыгу или кирку. Поля вокруг деревни пополняются мертвыми и, учитывая, сколь теплой выдалась весна, высочайшее командование опасается, что гниение тел вызовет распространение болезней. Пусть это станет свидетельством заботы о новых правителей об обитателях Белого Сада, ибо Нильфгард защищает своих подданных не только от бандитов, но и от болезней и прививает в этих местах обычаи, давно принятые во всем цивилизованном мире. Всякий, кто не подчинится данному указу, будет высечен розгами и заточен в колодке. Подписано Квартирмейстер Пеппер Сайер Гвинелли. Новый порядок. В этот четверг все окрестные жители приглашаются послушать речь офицера Петера Сара Гвинелли. Относительно законов, которые скоро будут действовать в этих землях и по воле милстового нами правящего императора Имгвера Вар Эмрейса, присутствие необязательно. Однако всякий обитатель Белого Сада должен был воспользоваться случаем и узнать, какие права и обязанности он получит при наступлении нового порядка. Добрые люди, вы живете теперь в не варварской земле, где всякий делает, что ему вздумается, но не в Гальгарской империи. Гальгарские законы отныне защищают вас и налагают в то же время некоторые обязательства. Войска императора принесли вам светоч, прощение, и если вы примете его из наших рук, темное лихотье, в котором вы пребываете, скоро смеется новым светлым веком. Уроки Нильфгарского. Хай, Зайр. Короче, чушь какая-то. Не понимаешь, что написано, и неудивительно, ведь это по-Нильфгарски, но скоро весь мир будет говорить на этом языке, так что лучше начать его учить уже сейчас. Это ваш покорный слуга поможет вам в этом за небольшую плату. Эрнест из Викаварова. СМЕРТЬ ЗАХВАТЧИКОМ Слушай, слушай, честный народ Севера. Если жаждет свободы, то готов с оружием в руках биться за родину, уходив в леса. С каждым днем сила наша растет, и совсем уже скоро мы покажем Нильфгарским крысам, что народ Семерии не склонится под вражеским ярмом и не сдастся без боя. Если сердце твое болит за золотые лилии на синем, если ты скорее умрешь, умереть согласен, чем жить рабом в чужеземце во время отцов наших, что пали от рук Нильфгарских чудовищ под Соданом ради душ тех, кто сложил голову под бреной к оружию. О, где же ты, брат? Бастьян, мой брат, ушел воевать с черными. Думается, он участвовал в битве, но случилось... Но что случилось неподалеку, а после нее пропал? Не один он. Скажете и будете правы, но если он убит, а очень на то похоже, я хоть похороню его по-человечески, по обычаям наших предков. Я бы похоронил его под холмом, где лежат уже наши родители, чтобы не оставлять его тело на съедение трупоедам, что рыщут по полю битвы. А потому требуется храбрец и мастер мечом махать, чтобы согласиться вместе со мной сходить поискать Бастиана. Много я не заплачу, потому что как нечем, но благодарность за труды обещаю. Жадничать не стану. Кто захочет помочь, загляните в разрушительную, разрушенную хату у дороги на Белый Сад. Сразу моста. Я там остановился. Дуни Вильдерверт. Заказ. Лихо у колодца. Добрые люди. Я знаю, что сейчас война и у всех свои беды, но вдруг кто решит помочь человеку в отчаянном положении? Все знают колодец у разрушительного хутора. Лихо, что тот колодец рожит. А если не знаете, как меня, простите, я расскажу. Так вот. Кто это чудовище прочь от колодца прогонит, получит от меня толстый кошель золота. Поспешите, поскольку дело это важное и не терпит отлагательств. О, долон. Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Следи за языком, не то я прибавлю тебе несчастий. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Липаю пугнутые панцири, подковы ставлю. Все такое. Ни львгарцы не платят, ни гроша. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось. Но я отдам тебе все. Лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно. Удачи! Так. Давайте еще, знаете что, поставим мы кое-что. Немножко поменяем в наших зельях. Я, конечно, тут ничего не... Слушайте, а это же мне тоже надо куда-то... А, не надо никуда. Ой. Так. Давайте зелье посмотрим, что у нас с зеленью. Слушайте, я и забыл, блин. И от повешенного. Будем сейчас по максимуму все использовать. Косатка. А, вот оно что. Вот у нас есть отличное зелье Рафа Белого. Вот оно как раз восстанавливает. У нас на самом деле все и стоит. Все отлично. Так. Давайте мы, наверное, против трупоедов. Зверей от трупоедов. Так. Включаем ведьмачье зрение. Кто пойдет прыгать по лужам? За хатой, говорит. Так. Давайте заданием. Игра с огнем. В Белом саду нелюдей жило немного. Одним из них был краснолюд Вилли. Прекрасный кузнец. К которому приезжали крестьяне со всей округи. К сожалению, незадолго до появления Геральда, краснолюдову кузнецу уничтожил пожар. Вилли подозревал, что добро его спалили умышленно, а потому попросили ведьмака поискать поджигателя. Да не вопрос, мы поищем. Вот, кстати. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Следы сапог мужские большого размера. По следам, по следам мы идем. Куда мы идем? Так. Смердит человеческой мочой и водкой. Ну, знаете, когда говорит «смердит», да, это, наверное, похлеще будет, чем любой запах, который мы уехаем. Как говно, наверное, смердит. Опа. А здесь и обрывается след. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Здесь солнце-то вообще бывает? Да, и, наверное, ему удалось запутать, потому что я тут... Стоп. Вон. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы. Но он сумел убежать. Вдобавок ко всему он потерял башмаки. Не вошла кровь. Да не сильно. Рана была не глубокая. О-хо-хо! Улиток наловим! Знаете, мы могли бы в комментариях написать, хотели бы вы какое-нибудь такое зрение. Следует обратно в деревню. Как у Геральда. Так, подождите. Не, не сюда, дальше. О! Тут след обрывается. Но я смогу узнать его поранее. Так, это хорошо. Мы тут можем... Сухофрукты всякие, знаете. Кстати, давайте попробуем. Еда. Что нам дает еда? Пивка выпьем. А, блин, ее же ставить надо. Ладно, мы не будем это делать. И по сути нам это все не надо собирать. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого! Он не только поджигательный, мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с нелюдями не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них, ну их хуйшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи курют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил, то, что осталось, будет твое. Знаете, хочется, конечно, его спасти. Давайте его отведем. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты сука! Сейчас ты у меня получишь! Да ладно. Ну давай! Я с удовольствием разомнусь! А драться-то он умеет, тварь. 54 уровня, мужик-то, а? Не его-то! О, блин! Ах ты, блехо-мухо! Я еще и этот, блядь, просрал вообще в хлам. Давайте вон. Блядь, тоже как-то досталось, да? Ах ты, блядь! Я сдаюсь! Хуй его! Нос у меня сломал! Но не ноги, так что пойдешь со мной к кузнецу. И по-хорошему советую, на этот раз без глупостей. Дождь в доме идет. Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоны. Ипелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат! На минутку! Нет! Вилли! Поваляю! Я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его. Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я же кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела? Кое-что могу выколоть. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Боже, но какую цену это? Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Так, давайте посмотрим. Покажи, что у тебя есть на продажу. Ну так, да хренища, хочу сказать, у него есть. А, давайте, продадим ему. У нас же тоже кое-что есть. Отлично. Бывай. Прикольно, прикольно. Что делаем дальше? Задание смотрим. Давайте дополнительно посмотрим, что у нас там. Давайте. пропавший без вести. Как оказалось, не один только Геральт разыскивал близких в окрестностях Белого Сада. Ведьмак наткнулся на объявление, оставленное неким крестьянином, разыскивающим брата, который ушел на войну с Нильгардом. И вскоре сгинул в великой битве с черными неподалеку от Белого Сада. Плотварь. на. Хорошо, что ты хочешь. Стоп, стоп. Туда пошел. Хорошо, что ты хочешь. Хорошо, что ты хочешь. Хоть дух и так. Черт. хоть блин знаете вспомнить управление пока в белом саду там то я так понимаю еще будет не сладко хотел узнать у плотной фары включить что-то мне прям так это стоп трупоеды мода пока красная трупоеды вот гнига скажи что умеешь вот стоп банки и склянки тут больше ничего нет но на обсток так давайте ласточку это О, сокровище под охраной, смотрите. 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 Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастиин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было, и с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два, тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка. Я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина, а я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы, очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нимфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем, а дальше пойдем вместе. Так, так, так. Какое горе тут от людей, а? Блин, ну и погодка, я вам хочу сказать. Платва, не так быстро. Да уж. Так, знаете, что мы сделаем? У нас же, я забыл, у нас есть медитация. Вот, точно. Эх. Где наш друг? Не понял. А, вот он. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело. Должно быть где-то здесь. Точно так же, как тело сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Столько трубов. Война только началась. Вот, мясо. Так, это, мать вашу, трупоеды. О, блядь. О, блядь. Чем-то куда не едешь? О, сука. О, блядь. О, блядь. О, блядь. О, блядь. Так 1546 очков У нас на следующем уровне еще Пока время есть Ой блин, зачем я это беру Да, еще знаете, давайте умение персонажа посмотрим Что у нас тут с очками Доступные очки у нас два Блин, мы же будем это Так увеличивает Значение боя на 30 Секунд силы Атаки мечом Мощь знаков на 30% После первого Это что, ядовитая кровь Интоксикация Урон от арбалета Смотрите, а здесь циферка 2 Так, убийственная контратака В бою против противников Устойчивых к контратакам А также против чудовища Удара мечом наносится на 25% Больше урона Если у вашего противника Меньше 25% очков Здоровье контратак Переходит в добивающий удар Неплохо Активировать мутацию Кровавая баня Каждый смертельный удар Мечом расчленяет противника Или активирует добивающий удар Давайте пока его возьмем А у нас что стояло Увеличивает в начале боя На 30 секунд силу Вот так мечом Да, давайте пока это Кровавая баня Плюс 50 Так, что у нас там стояло Вот это вот стояло Силы атаки Слушай, у нас просто все на это На атаку заточено Так, ну что ж Будем тогда прокачивать Так, алхимия, знаки, умения Солнце, звезды Арбалеты Все-таки Знаки Давайте посмотрим Так, и алхимия Давайте посмотрим Ну здесь в конце Знаки Шоковая волна Следующий уровень Арт наносит 30-40 Урона Нехило Когда щит Квен Разбивается То отбрасывает врагов Восстановление энергии В бою на 5 секунд Плюс Давайте квен Да, квен прокачиваем Купить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это он? Нет Не похож Ну так что, гусар Чуешь хозяина? Эх По-прежнему ничего Кожа вся съезжена Я знаю, что сложно сказать Но Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень Широкий в плечах А этот вроде поменьше Но, может, это из-за огня? Он его учуял Кусарк Учуял Бастина Вперёд! Это еще ничего Поручик сказал нам ходить в сортир по команде Нас из баллиста Он тебя взял в плен, этот нельфгардец? Нет Он мне жизнь спас Меня ранили в бок Потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло Росан наткнулся на меня Когда полз через поле Он лодыжку вывихнул Вот так слепо вел Хромова Пока мы не нашли эту хату Заберу тебя домой Надо заняться твоими ранами Я Росана не брошу Один он тут пропадет А к своим уйти он не может Он же дезертир Его тут же вздёрнут А если его у нас найдут Тогда повесит всех вместе с моей лисье И речи быть не может Чёрный останется здесь Если бы не этот Чёрный, Бастиан бы уже умер Так может ты ему покажешь, что Нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду Обучу работать в поле Только вот акцент Ну да ладно Будь что будет Возьму и его Спасибо, Ведьмак Вот твоя награда И дохранят тебя боги Так, конечно Фикс Давайте мы ещё раз с трупоедами намажем этот Потому что там, по-моему, есть гнездо Вот, знаки вопросика Надо нам теперь ещё делать Мне надо развивать Квен Гнездо чудовища Ой, тут буря Слушайте, Квен работает, работает Я думаю, что он будет. Удастся, это появится Оставайтесь Оставайтесь все таки я вам хочу сказать да дрожит полегче силы полегче играть шипит смотрите как быстро мы у нас это в россии форме мои очки умения заново получаем зашибись так вам надо знаки вопросика это же основное так черность распутье вот здесь три знака давайте сначала здесь но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неплохой улов Так, давайте дальше Так, давайте сюда Допускай его Так, подождите, это же не знак вопроса был Нет, это был знак вопроса В общем-то я думал, что здесь что-то будет Допускай он Продолжение следует... Так, вот знаете, я бы не забыл, как туда забираться Вряд ли я так запрыгну, ладно Вот здесь можно Хватит болтать! Блин, я вам могу постать Так... Хватит... Папка всегда говорил, что мудрец учится на чужих ошибках Так вот, я учусь на его ошибках Вместо того, чтобы подыхать за Тимерию, буду лучше грабить тех, кто убивал наших Мы встали лагерем в отличном месте посреди леса, близ старой мельницы Теперь вот, готовимся к первому дельцу Так, это вот чудесный Эта книга составлена по желанию князя Де Берия при помощи магии Показывает где найти карты для гвинта, которых не хватает в коллекции владельца Достаточно открыть ее и сказать про себя А может партиейку в гвинт и появляется следующее Число карт, которые еще можно выиграть у игроков, не отличаются особенной известностью Но сундучок тут Протокол допроса тут есть Место крепость Амавета Присутствует баронет Игнаций Верье Сенешаль Андреас Блюме Черелеце Бронетта Верье Камор Смагор и Пленник Подозреваемый Кальгрим Ведьмак Ишковы Змеи Ведьмак Кальгрим обвиняется в похищении Витька, сына Павла Бортника из деревни Белый Сад К нему применена мера предварительного ареста В ходе обыска у него был найден чертеж стального меча Предполагается, что он мог использовать сей меч для устрашения, а возможно и убийства похищенного мальчика Допускается, что обвиняемый может располагать и иными подобными типами чертежами Необходимыми для создания смертоносных предметов Однако же таковых при нем до сих пор не найдено По желанию Бронетта Верье, ведьмак будет подвергнут допросу с пристрастием Допрос с применением пыток будет проведен тотчас После прибытия опытного палача Приписка В пропаже мальчика оказались виновны утопцы Следует отметить, что на Ольных Чудовищах охотился арестованных ведьмак К сожалению, прежде чем сие стало известно следствию, Кальгрим был уже мертв Вместо судебного процесса ведьмак выбрал испытание поединком А баронет Верье на это и согласился и велел ведьмаку Отчистить от призраков родовой склеп Кальгрим же за заданием не справился и более никогда из подземелья не выходил Отсюда допускается с большим правообладанием, что Ольный ведьмак был убит не чистой силой, духами А возможно и призраками, которые избрали это место своим логовом Ну приехали, бля Так, ладно, давайте смотреть дальше, что у нас Опа Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Плотва Ну-ка давай прыгаем, мадефака Здесь кто-то или что-то есть Точняк Ты гнида, нифига си Шоу-шоу О, скеликский комбинезон Гамбинезон Чертежка инвентский комбинезон Отлично Да блин, тут вообще прям сокровище до хренища Плотва На Мне кажется, что там что-то бегает А, не, все А, не, все Буль, 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 буль Прыгаем Опачки С первого раза Опачки С первого раза Нехило Так, у нас доступны, кстати, новые умения Давайте умения персонажа Будем тратиться Так, а здесь что у нас? Дополнительных очков Дополнительных очков в ветве для открытия 5 нужно Ну, ладно, будем Дополнительных очков Ну, ладно Что Чего А, не, все Покажи свои товары А, не, не, все Покажи свои товары А, не, все Чего? кстати давайте мы все будем делать большой метаген махакамский спирт кстати говоря блин можно было все таки где ты его и достать здесь вот очень нету тоже тут не хватает но это можно сейчас вот все сделать и отличная кошка я думаю эликсиры мы вот эти все доделаем это очень как не проблема лары краски ладно былой быть посмотрим что есть еще у нас есть боли налоги сюда мишка косолапый по ходу дела там зверей так масло против проклятых у граф призраков тупоедов от зверей опять мне косули деревца пообщепали кстати мы же с вами не сохранялись еще давайте страниц это место силы отсюда изливается магия медведь 59 уровня модафака вот это мать а ух ты и а а а а а а а О, хорошо это какая? Блин, плюс 43 вообще вроде Что это за палки такие? Еще одну очку у меня Ну что ж, идем дальше, да? На! Сюда мы еще зайдем, покинутая деревня Ой-ой-ой Что надо подняться-то? Так, здесь по ходу дела люди будут Медальон дрожит, это место силой Ну ладно, нифига себе просто У нас 5 очков Обалдеть! То есть, наверное, дополнительные очки нужны Здесь Так, а здесь что у нас получается? Закрешительные удары Сила атаки Сила атаки Сила атаки Сила атаки Сюда еще могли... А, закрытый ячейк Хватит! Да! Да! Ну еще надо идти Пока мы не будем туда лезть Давайте мы пока это сделаем так всего длиф увеличивать длительность знака так расплавленный доспех урон нанесенный и вне также ослабляет вражеского тема открылась нет не понимаю какие щечки увеличивать длительность знака больная выражен ул сад чем медведя сеть кровь не пер своей геральт очутился в окрестностях деревне белый сад тоже знаки блин надо можно по несколько раз увеличивать а я что-то прям забыл но мы будем сейчас прокачивать конкретно именно это конкретно щит давайте быстро еще вопрос магия все очень-очень быстро 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 x здесь еще больно ну давайте сначала эти два возьмем и потом уже так почему бы сохраняться по мере того как будем поменять и покупать какие-нибудь эти исследования это место силы так все и и и и и и и и и максимальный уровень так обман так отлично знаете вы не хоть чуть-чуть вспоминают чуть делать то вообще лепец там лагерь и отпускай его не хрена себе ты сам подумаешь а да вот кстати нам надо будет побольше алга сет искать что это способ восстановления ведьмака кроны так давайте сюда суда вместо грифона точнее то что у него осталось да ладно уже кости корове собачьи человеческие останки за несколько месяцев тело пролежало несколько недель он был еще жив когда грифон его сюда принес и долго умирал самка личинки в ранах уже вылупились значит она мертва по крайней мере неделю выходит второй грифон самец глубокие колотые раны по всему телу на когтях и клювине следа крови она не защищалась должно быть ее застали врасплох пока она спала края клюва стерты в подшерстке седые волосы ей было лет десять-двенадцать грифоны находят пару в молодость значит самец примерно того же возраста жесткая ость густое оперение королевский грифон это объясняет почему самец которого я встретил был так агрессивен сперва он напал на нельберцев здесь в лесу а потом начал рыскать по всей округе я сделал все что мог пора возвращаться к весь мир пошла давай прыгай мать твою энергия лошади так идем туда и так а и так и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Давайте в ТОПе Сокровище под охраной Под чьей охраной? Никого нету Никого нету Ух ты Еще одно очко А это значит, что у нас теперь будет... Так, это че, второй уровень, да? Обман? Нет, вот это вторая Марионетка Так, активный щит Так, вот это можно убрать сегодня техники Школы Медведя Потому что она уже не нужна Сделаем так Да, все-таки, знаете, побыстрее все-таки и идет игра Так, че у нас здесь Здесь один, здесь есть Ну тут мало осталось Какой-то нахер призрак Посуда Подождите Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть Гибриды, реликты Здесь кто-то идут Варим Вот, призрак Вот, призрак Он не откуда уже А здесь что? А здесь что? Не видит его дома Так, мы будем сейф Некосе Ну ты гонишь, что ли? Где? Ну я Фу! Ну, блин, это, конечно, опасно Поэтому надо отсюда валить А здесь придурки имеют свойство устанавливаться потому что и жевелись надува знаете время как быстро выговорить бежит вы только что было это день опять ключ сто мерзкий Продолжение следует... 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 Так, и давайте сейчас послабкнем, как поменьше, блин, маленький, хочешь станет побольше. Продолжение следует... Куда пойти-то? Ой-ой-ой! А вот-ка! Как запусти водку? Да не умеет, мать твою! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 так давайте сейф то немного знаете забываем про это спрятанное сокровище просто так странно заметки шпиона 15 день наблюдения 23 бирки они снова появились в лагере принесли много добычи в основном панцире оружие но в этот раз и еще кованный сундук пополудни объявится мужчина с запасами еды и питья 16 день наблюдения 24 день бирки раннем утром в лагере появился посланец это вызвало большое движение сейчас же была организована группа для транспортировки сундука как только настанут сумерки попробуем просветить куда его выведем 17 день наблюдений 25 день бирки сундук оставили совсем недалеко отсюда заброшенной хате недалеко от старой мельницы выставили стражу ближе подойти не удалось 18 день наблюдений 26 деньги все в лагере пьют со вчерашнего полудня уже второй день если бы мы сейчас на них напали вырезали бы всех до одного жаль командир послал на этот пост только меня попробую подойти к ним ночью если удача будет на моей стороне может быть избавлюсь от них сам золото дезертеров называется миссия пойдем потому что у нас есть еще тут два знака вопроса давайте к этому кто за мной бежит мальчиков быстро чертова зверьё не любишь серебро да чертова и и записки дела наши все лучше Мы разбили лагерь в чаще леса возле старой мельницы и уже неплохо обустроились и жалуются на бедность. Но если придавить, то из любого можно что-нибудь и выжить. Там мешочек зерна, здесь пара крон. Неплохой заработок, который работенка не плывная, не то что в армии. Мы теперь хоть брюхо набить можем, а то что до риска, ну лучше уж там так, чем эти в атаку набить под командованием Натальиса. Горязные деньги у нас в миссии, тоже. Видимо на следующий этот поставим. И у нас здесь последние. Теперь помедленнее. С погоди конечно здесь что-то нам не очень-то легло. Эй, что же здесь, боткут. Эй, 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 эй. Это очень большой, кстати. Очень большой лагерь. О, блин. О, блин, я не засеялся, обалдеть. О, блин. 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 О, блин.